Да, здравствуйте, Ян. Здарасьте. Кто это? Это Виталий, финансовый эксперт, компания Буэнбирс. Вы сейчас можете говорить? Могу. Или у вас такой голос как-то странный? Какой? Вы выпивший? Нет, я не пью. Я понял. Как здоровье ваше? Как у быка. Как у быка? Да. Это хорошо. Касательно вашего торгового счета хочу пообщаться. Скажите, вы деньги хотите выводить или вы будете дальше продолжать торговать? Нет, пусть в этой песне все остается как было. Ну, смотрите, нам просто по налоговой инспекции дает запрос. То есть, что делать с вашими средствами? То есть, соответственно, либо у вас есть вывод средств, то есть, либо вы будете разбираться с налоговой инспекцией самостоятельно. Они деньги подают за конфискацию. Мы им просто отправляем. Дальше вы с ними связываетесь, хотите. Что-то странно. Как хотите? Как они так докопались-то? Что-что? Как они так? Ну, у вас же нет подоходного налога, правильно? Ну, нет. Ну, вот. У вас сумма составляет 5625 долларов. То есть, соответственно, подоходный налог, он возмещается в районе 10 процентов. То есть, от вашего баланса. То есть, 525 долларов... А это по какому НДФЛ? По 2 НДФЛ или 3 НДФЛ? Три. По 3 НДФЛ? По 3 НДФЛ? По 3 НДФЛ, да. Я все равно не понимаю. Ну, вам, смотрите, если вы хотите сохранить свои деньги, вам нужно их либо выводить, либо нужно оплачивать 10 процентов подноходного налога от вашего торгового счета. То есть, ваша сумма, значит, это 5 235 долларов. То есть, 10 процентов, это 523 доллара, вам нужно будет оплатить, и, соответственно, у вас будет возможность подоходного налога. И они отстают. То есть, вы деньги свои сохраняете. Угу, угу. А вас-то они что как задевают? А что они мне не звонят? Ну, мы же предоставляем ваши услуги. То есть, мы как брокерская компания занимаемся... Ну, я конкретно занимаюсь выводом средств. Да-да, ну, тогда, ну как, ну, а вы мне тогда можете позвонить, либо согласен, либо не согласен, как бы, ну, на этом ваше, как говорится, как бы, все. Запись голосовых приказов. Наш разговор он записывает. Приказываю. Отдать им до 10 процентов, короче. Как они и хотят. Вы говорите приказывать, приказываю. 10 процентов отдайте им, как они хотят, и все. Я не могу с вашего торгового счета снять 10 процентов. Каким образом это, как вы это видите? Как вы это видите? Я вижу вот так. Вы, компьютер... Ну, а я не вижу, у меня такого доступа нет. Да подождите, идет картинка, не перебивайте. Вы, компьютер, мой торговый счет. Вы что-то вводите. Чего-то это что? Какой-то, видимо, пароль. Входите туда. Я пароля никаких нет. Я, на вашего торгового счета, читаю пароля. Я предвещатель. Я говорю же, что как гадатель, картинка идет. Я вижу, как вы это можете сделать, а вы говорите, не можете. Ну, Ян, давайте мы не будем, кто может, кто не может. Я же не просто так. Я же не в детском садике вам звоню и рассказываю какие-то вещи. Вы какой специалист? Старший, младший? Кто у вас? Старший специалист, финансовый эксперт. И что, у вас нет доступа к этому? К вашему торговому счету только есть у вас доступ. Как я могу иметь доступ к чьим-то деньгам? Так, получается, мне надо заходить и платить 10% в этом, что ли? В налоговую. Под налоговый доход вы можете отправить на юридическое лицо. То есть, конкретно, мы даем вам реквизиты, ваши деньги переходят в юр-отдел, соответственно, юр-отдел переводят на финансовый отдел, и под налоговый доход у вас закрывается в районе 10%. По налоговый или под доходный? Под налоговый доход. Это что такое, под налоговый доход? Налога инспекция подает под налоговый запрос. Под доходный налог, я знаю, что такое. А под налоговый доход, я не знаю. Такое первый раз слышу. Я же не против, что вы первый раз слышите. Это замечательно. Я понимаю, но нужно понимать, с чего за что платить, правильно? Под налоговый доход, не знаю я такого, допустим. Как я могу же платить? Вы раньше деньги выводили? Да я всегда их выводил. Ну, когда выводили? Ну, это называется... Эх, я говорю с водитаблями. Это называется подоходный, налог подоходный. Ну, называется еще как-то так. Ну, подоходный налог. Ну, не подноходный налог. Или как? Подноходного налога нету. Или под налогового дохода. Ну, да ладно, так. Под налоговый здесь. Под налоговый? Да. Захожу гуглить, я такого не слышал никогда. А сколько я повидовал, обезился, крея. Ну, что под налоговым он был, нигде не видел я. Смотрите. Под налог... Под налоговый как? Доход? Да. Да. Так. Статья 51. Не налоговые доходы федерального бюджета. Так. Ну, короче, есть... Это... Не налоговые доходы, есть налоговые доходы. То есть, 20-60 оплата труда наемных работников. То есть, 61% у него ходит. Доходы от предпринимательской деятельности. Это 5%. 4% входят доходы от собственности. Соответственно, социальные выплаты от 33%. Это со 100%. То есть, соответственно, у ваших 10 должны быть включены. Нет, нет. Так, что надо от меня-то вообще? Что я должен? Что сделать? Если сохранить свою сумму, 5 235 долларов, у вас должен быть под налоговый доход. Соответственно, 10% от стоимости вашего баланса. То есть, это 5... 5? 523 долларов вам нужно будет положить на свой счет. То есть, сумма выводится вторым транзитом. Вы не тратите своих 523 доллара, вы их выводите следующим транзитом. То есть, вторым я имею в виду. Первый раз мы выводим вам сумму 5 235 долларов. Второй раз 523 долларов. Просто сумма прокручивается, получается. И налогоинспекция видит, что у вас есть под налоговый доход. И, соответственно, вопросов к вам нет. Ну, так непонятно. Так, дальше-то что? Ну, прокручиваем, давайте, крутите. Давайте, хорошо. Сейчас вы готовы сделать транзакцию? Не знаю прям даже, как ответить вам. Транзакцию. Ну, смотрите, если в рублях... Ну, вы сейчас готовы сделать перевод средств? Ну, откуда? Со счета куда-то, что ли, надо перевести или что? Да, но я вам отправляю реквизиты юридического лица. Юридическое лицо подтверждает ваш запрос, соответственно, передает мне. Я это вижу, прикрепляя документ к вашему балансу, то есть к аккаунту. И выводим вам сумму 5 235 долларов на вашу карту или на ваш счет. Так. Что-то я поняла, подожди. Надо, короче, с этих 5 тысяч, которые есть, да, заплатить 500. Смотрите, вам нужно со своих средств, вот на карте у вас деньги, я не знаю, там, в кармане, нужно сделать перевод. Нет, я так не делаю никогда, вы че, так нельзя. Как хотите, тогда я буду вынужден подтвердить налоговую инспекцию, а конфискацию 5 тысяч долларов. Ну, ну, ну. А вы, может, у нас в России такой хуйни нет, я не знаю, откуда вы взялись. Если мы будем в таком соне общаться, то, скорее всего, мне придется отключиться и закончить этот разговор. Ой, да мне, наверное, что-то кажется, лучше вас заранее нахуй послать и, это, завязать с вами этот разговор. Что-то вы мне не нравитесь уже. Куда-куда? Куда-куда послать? Ну, этот, в малосатом мотороллере покататься. Не хотите? Хорошо, как я раньше озвучил, разговор записывается. Да, налоговую, это, в подоходный налог, ой, в подналоговый доход отправьте эту информацию. Сейчас я, сейчас отправляю... Я пошел пока драндулет лохматый заводить. Да вот хребень ебливый. Субтитры сделал DimaTorzok